Девушки отдыхают И это не громкая фраза, это реальная жизнь Но возродился Мы просто не имеем права и кончить то дело, которое мы начали Происходило 30 с чем-то лет назад Чудовищно, потому что ощущение все равно, что это происходило вчера Я приехал в Коктебель Людей, к счастью, было мало Вот островком среди вот этой пустыни был дом творчества Я шел по этой аллее И вдруг мне навстречу огромная голова И, по-моему, была борода Я прошел и его запомнил И я был потрясен Я узнал, что тот, кто шагнул мне навстречу Был человек-легенда Я про него, естественно, все слышал Я знал про Новосибирский городок Академии наук И знал, что это действительно территория свободы И там, на этом острове свободы Был знаменитейший человек Фамилия которого была действительно легендарна Буткер Буткер был глава целого института У меня был фильм о физиках Улица Ньютона, дом 1 Который в это время благополучно лежал на полке И консультантами его были сотрудники института ЙОФ И когда я их расспрашивал вообще Что творится в этом мире Они говорили Если говорить, что творится, то это Буткер Буткер в два дня рождает 100 идей Из них 60 безумных, а 40 гениальных Но так как он это делает каждый день То это огромное напряжение Для этого несчастного новосибирского городка И вот этот человек Жил на территории этого несчастного дома творчества И самое, что меня потрясло Он был в свободе Никакие писатели его не окружали Когда он очередной раз вышел на эту тропу Я остановился И начал разговор с ним первый Потому что ходил живой Ну, наполненный сюжетами человек В 1946 году, сразу после демобилизации Лейтенант Буткер появился в отделе кадров таинственной двойки Под этим псевдонимом скрывался секретный институт Игоря Васильевича Курчатова Занимавшийся атомной проблемой Отдел кадров находился в центре города Там ему показали план и объяснили Доедете до Покровского-Стрешнего, тогдашней окраины Москвы Пойдете налево, через лес Тропинка выведет прямо к институту Записывать ничего не разрешили Велели все запомнить И никому ни слова На конечной остановке трамвая Покрутился, покрутился И не обнаружил поворота ни налево, ни направо Подошел к продавщице пирожков У ресторана Загородный Не скажете, как пройти в учреждение Тут он начал в нерешительности мяться Тебе, случайно, не туда, где бомбу делают Помогла ему продавщица Иди вот по этой дорожке Буткер часто рассказывал эту историю Она называлась «О секретности» Первые годы в Курчатнике он вспоминал, как самые счастливые Никогда он не слушал столько стихов, музыки Не общался с замечательными людьми Мир которых вовсе не ограничивался их наукой В 49-м ему вручают сталинскую премию За работы для циклотрона в Дубне Вот это поколение, к которому относится Андрей Михайлович Буткер Или Андрей Дмитриевич Сахаров Они составили фундамент Курчатовской школы Игорь Васильевич Курчатов сразу же выделил молодого теоретика И как только сформулировали идею термояда Получение чистой мирной энергии из воды Привлек его к решению сложнейшей задачи Созданию термоядерного реактора Прежде всего надо было научиться удерживать Такую капризную, своевольную, неустойчивую субстанцию Как горячая плазма Он придумал для этого особый тип ловушек Магнитные пробки И создал совершенно новое направление в термояде Его пробкатрон горячо обсуждали И однажды молодой физик Руальд Сагдеев Указал на некоторые его ограничения Зная взрывчатый характер Андрея Научная публика ожидала бури Его реакция была совершенно неожиданной Потом я подозвал к себе и говорит Ролика, вы не хотите перейти ко мне на работу? Энтузиазм бил через край Казалось, еще денечек, еще другой И термояд польет рекой Кажется, так пели в какой-то песенке физики Однако плазма преподносила сюрприз за сюрпризом И термоядерное сообщество ринулось разгадывать ее загадки Это было увлекательное и бесконечное путешествие Там была жутковатая предыстория в стиле Кавки Потому что этот человек не имел права читать свои собственные работы Случилось следующее Всем известный Лаврентий Павлович Решил очистить коллектив курчатовский От ученых еврейской национальности Игорь Васильевич это так возмутило Что он пригласил к себе головина Игоря Николаевича Своего заместителя Они засели в кабинете Написали разгромное письмо И главное в этом письме указали Что вот эти ученые центральную задачу решают Во всей проблеме управляемого термоядерного синтеза Поэтому если их лишить работы с секретными документами Так и проблему нужно тогда закрыть А ее ведь утвердил Иосиф Виссарионович Сталин В 1951 году как программу Курчатовского института Когда Берия прочитал это письмо Он с досадой бросил его на стол И произнес Не пора ли Курчатову перестать защищать своих евреев Его жизнь держалась на волоске бороды Курчатова Потому что Курчатов Вот он был конечно грандиозен Понимаете он был менеджер Кроме того что он был ученый Он не мог не понимать что это мотор И он его сохранил Умный дипломатический ход и благородство Игоря Васильевича Спасли Андрея от увольнения и расстрела Но до этого мудрый Курчатов строго наказал ему Отсиживаться в библиотеке Сто дней ссылки в библиотеку оказались плодотворными Однажды во воображении возникло светящееся кольцо Тоньше человеческого волоса Весом в одну миллиардную долю грамма Оно часами висело в вакууме В нем был спрятан океан энергии Его хватило бы всем людям земли Да еще потомкам осталось Буткер назвал свое видение Стабилизированным электронным пучком Чтобы получить стабилизированный пучок Курчатов создает в институте Новую лабораторию И все же создать его тогда не удалось Технические трудности оказались непреодолимыми Идеи Буткера Часто опережали время Я думаю что в этом и есть гениальность Открытий которые совершал Андрей Михайлович В их несбыточности Если бы они были предсказуемы Хоть на какую-то долю То мы бы сегодня не говорили об этом человеке И он бы не остался в нас этим лучом света И тогда Буткер предложил своим ребятам Фантастически трудное дело Столкнуть в ускорителе пучки частиц Разогнанных почти до скорости света Когда в конце 50-х заговорили о создании Центра науки в Сибири Курчатов рекомендовал сделать директором Нового ядерного института Буткера Он понимал Его надо отпускать на простор Было два человека в моей жизни У которых была вот такая Способность Такому мыслить Как атомный распад Это Шкловский Виктор Борисович И вот он То есть вот он начинал И у него начинала Система ассоциации Он переходил от одного персонажа К другому Он бросал темы Он возвращался к темам Ему надо было рассказывать Ты был собеседник Он требовал активного разговора И разговаривал со мной абсолютно Наравных делясь всем Что там происходило В Новосибирском городке ГД означало Господин директор Так Курчатов немедленно прозвал Андрея А тот Уже выбирал место для института Еще не родившегося Но уже горячо любимого детища Проектирование началось мгновенно Фантазия Вот такими струями Какими-то Вырывалось из буткера И на доске Возникали Разные конструкции Разные формы Поразительные формы Часами проходили обсуждения И на одном совещании Он вдруг Встал резко Так Руки рупором Пауза И делает стойку Причем артистично Как настоящий циркач Потом отжимается И плавно опускается Мастерски просто Мы все захлопали от неожиданности Так и от восторга Потому что такого еще никогда не было В нашей практике Била такая мощная жизнь в нем Все это стремительно шло И вот однажды мы приехали туда Весна Хлябь И надо к бригадирскому вагончику Пройти по кирпичикам И у него возникает идея Он спрашивает Сопровождающего Кстати офицера Потому что это все Лагерная зона была Строили зэки А народ сейчас Есть там вагончики? Да, говорит, есть А можно собрать всех Бригадиров Там зэков Все равно Но я помню Как он рассказывал Как люди внимательно слушали Масса вопросов была Что за институт? А что? Вы будете бомбу делать там? Спрашивает Он говорит Нет, друзья Бомб у нас слишком много уже И начал объяснять Что он собственно хочет А его идея Его главная мечта Это дать человечеству Чистую энергию Наверное час Если не два Потом эту лекцию Читал народу Что самым простым Варботягам И когда мы вышли Смотрим Кирпичей уже нет А проложены Такие Толстые плахи Какой парадный вход К этому вагончику сделали Личность Буткера Пробивала Железобетон Когда он чего-то хотел Он шел К Курчатову Курчатов его обожал Просто И через Курчатова Очень много удалось сделать Мне кажется Это одно из лучших мест В Академгородке В 59-м году У Андрея Михайловича Возникла мысль Столкнуть в ускорителе Вещество И антивещество Антивещества нет На нашей планете Его надо получить И Буткер Придумал Можно просто полная Без перспективность Курчатов Курчатов Как Андрей Михайлович Возникла показывал Погладил свою борду И сказал Ну теперь давай Готовить Постановление правительства Тогда было решено Построить Установку ВЭП-2 Которая И была Пиром В мире Электронно-предстремленным Коллайдером С этого момента Мышление перестроилось Это революционный Скачок Переход Встречным пучкам Идея Встречного пучка Была подхвачена За рубежом И сегодня Самый Крупномасштабный Выдающийся Эксперимент Такого рода В ЦЕРНе С точки зрения Инженерной Это совершенно Иная техника Это же другие масштабы Но и здесь Используется Первоначальная Идея Андрея Михайловича Сегодня физики Часто произносят Имя Буткера Если бы почти Полвека назад Не отважился он Превратить Казавшуюся Несбыточной Идею В метод Встречных пучков И не первый Коллайдер В его институте Который работает До сих пор Кто знает Объединили бы Усилия Десятки стран Чтобы построить Самый большой В истории науки Ускоритель В ЦЕРНе С его помощью Надеются Разобраться Как устроена Материя Какие секреты Скрывает Антивещество И как рождалась Наша Вселенная Если будет обнаружено Я надеюсь Что шансы Очень большие Что-то новое Мы опять вспомним Андрея Михайловича В 1968 Свою очередную конференцию Международное агентство По атомной энергии Проводило В Новосибирске Признанном центре По термоядерным исследованиям Выступает Директор Института ядерной физики Академик Буткер Прошло без малого Десять лет Как физики Увлеклись Секретами плазмы И о первоначальной цели Создание термоядерного реактора Словно бы забыли И говорить об этом вслух Стало почти неприличным Андрей Михайлович Заметил это Одним из первых Он убеждал Знаний накоплено Уже достаточно И вовсе не обязательно Браться за дело Когда будет пришита Последняя пуговица К шинели Последнего солдата Сообщество термоядерщиков Отнеслось к этому Отрицательно Нужна была Большая смелость Чтобы пойти Против основного течения Но он Не был бы Буткером Если бы Не сломил Такого настроения И на рубеже 60-70-х годов В термояде Начался Быстрый прогресс Все знали С каким восхищением Буткер относится к авиации И однажды Под окнами его дома На огороде Появился давно Списанный Учебный самолетик Подарок Командующего округом Через два часа После его отъезда Примчались Запыхавшиеся офицеры Командующий приказал Снять крылья А то Буткер полетит Я его знаю Однажды в Москву Приехали французские физики Им посоветовали Поезжайте в Новосибирск Это к Буткеру Ни за что Мы его ненавидим И даже затряслись От негодования Разве вы знакомы? Нет и не желаем Достаточно того Что с ним знаком Деголь Приходим просить деньги На науку А он в ответ Я недавно был У Буткера в Сибири Так он на науку Деньги зарабатывает сам Так и не дал Буткер всегда ходил По краю возможного Его идеи стоили Очень дорого Он долго искал Как вырваться из тупика Нашел Зарабатывать самим Своей головой Своими руками Пробил специальное Постановление правительства Академическому институту Разрешили капиталистический Эксперимент Продавать маленькие ускорители Промышленности И сельскому хозяйству А вырученные деньги Пускать на науку Это было гениальное решение В самые тяжелые годы Благодаря самоокупаемости Своей неслыханно дорогой науки Ядерщики выстояли Не уронили марки И сегодня Институт ядерной физики Один из лучших Построить государство В государстве Каким стал при нем Институт ядерной физики В Академгородке На самом деле Это настоящее чудо Как это удалось Он шел не в кабинеты Министров и секретарей ЦК А он тратил время На то, чтобы Зажечь своими идеями Помощников Которые готовили проекты Руководящих документов Постановлений И он не жалел времени На то, чтобы Зажечь Увлечить свои идеями Я помню, что Многие из них потом Приезжали к нам Они стали друзьями Института И когда мне пришлось Заниматься уже Космическими проектами В частности В проекте Вега Встреча с кометой Галлея Когда я начинал этот проект Мне некоторые Из вот этих людей Говорили Ральд Зинович Вы же камикадзе Ничего же не выйдет из этого И в то же время Они мне помогли И когда проект был завершен Я просто жалел Что нет Андрея Михайловича Который может был пригласить И рассказать о том Как его методы Мне помогли Там, где наука могла Принести пользу Там он и работал Лучевая терапия Онкологических заболеваний Первый поставил вопрос О применении Ускорителей Протонов Для терапии Андрей Михайлович Буткер И последние месяцы жизни Он активно Занимался этим вопросом Этим увлек и нас Андрей Михайлович Стал его вопрос Сделать так Чтобы можно было Тысячи установок делать В каждой больнице ставить Ну и вот мы за три десятилетия Решили эту проблему Он очень, конечно, не подходил ни эпохе, ничему Он придумал идею рыцарей круглого стола То есть он понимал, что нужен мозговой штурм Он знал себя Он знал, что он продуцирует эти бесконечные идеи И он жаждал оппонентов Причем он понимал прелесть молодых мозгов Судя их по себе Прежде всего Андрей Михайлович Закладывал идею равной демократии Равных прав для всех участников дискуссии И за этим круглым столом Можно было сказать все, что угодно И мы встречались каждый день Это было законом И это был костяк жизни Вокруг которого формировалась Вся творческая атмосфера Во времена Буткера Ученый совет состоял сплошь из молодых Кандидаты, доктора наук 25-30 лет Кадры Буткер подбирал весьма нестандартно Я пришел к нему просить совета Стоит ли мне заниматься организационной работой Создавая совет молодых ученых И какой-то вид деятельности Он посмотрел на меня и говорит Ролик, ученые делятся не на молодых и старых А на умных и дураков В начале 60-х предложил ехать на полустанки Лететь в таежные поселки На Дальний Восток, Крайний Север Искать талантливых детей И стал организатором Первой в Сибири Олимпиады школьников Двое из ее участников Ребята из далеких алтайских деревень Окончили Новосибирский университет Стали сотрудниками Буткеровского института Сегодня это ученые мирового класса Я получил приглашение Приехать на летнюю физмат-школу Подписанную Буткером Естественно, я там ловил каждое слово Попросил в институт ядерной физики на экскурсию И вот с тех пор все Я уже не уехал к себе на родину в деревню А остался работать в институте ядерной физики Будучи школьником, лаборантом Через год поступил в университет Когда он появлялся То к нам в аудиторию сбегались Студенты с других факультетов И стояли в проходах Химики, биологи, математики и так далее Потому что дух науки, философия науки Вот это было потрясающе Нету таких людей И в моем окружении Хотя я знаком с множеством академиков Ну, близко ничего нет Науку Буткер ощущал Как художник смешивающей краски Это была стихия, которую трудно объяснить словами Учитесь у художников Физика такая красавица Постоянно твердил своим ребятам Один из них сказал Это был истинный физик Узкая специализация Фантазер Он общался с реальностью Способом мечтаний Убежден член-корреспондент Академии наук Дмитрий Дмитриевич Рютов Все свои идеи Буткер приносил на круглый стол Его глубокие размышления о науке Отношениях людей Команда называла беседами с Сократом У Андрея Михайловича В доме можно было встретить самых разных людей Наверное, не было никого из приезжающих Интересных гостей в Академгородок Который бы не оказался гостем этого дома Нет дыма без огня Ты в сердце у меня И я как таковой Буквально сам не свой Ты ласточка моя Ты зорька ясная Ты в общем самая Огнеопасная В его доме пел Булата Куджава Гостил Аркадий Райтин Как он смеялся Вспоминал великий артист Иногда я не успевал даже договорить фразы Довести до конца мизансцену А он уже хохотал Он был артистом Я утверждаю это как артист Нет дыма без огня Ты в сердце у меня И я как таковой Буквально сам не свой Ты ласточка моя Ты зорька ясная Ты в общем самая Огнеопасная Проведите Проведите меня к нему Я хочу видеть этого человека Мы сразу стали беседовать Потому что искали островки какие-то Где можно говорить о каких-то проблемах И конечно это очень сближало и запоминалось А я говорю Когда с артистами Это как в цирке с хищниками То морковка, то кнут А он значит в ужасе Неужели и вам нужна жесткость? И вот я и показываю жесткость Такая душа открытая Такой же был и Капица У Андрея Михайловича были Совершенно оригинальные идеи О том как на самом деле Должен работать совет министров Газплан Как можно перестроить Всю систему организации страны Вообще и Яв конечно был совершенно уникальным местом Просто не было такого места в Советском Союзе В нашей советской науке Где можно было говорить обо всем Андрей Михайлович бы считал позором Что он занимается тем Чем другие занимаются Он должен заниматься новым Тем, что он придумал И то, что никому еще не пришло в голову В то время у меня даже дух противоречия был Зачем же придумывать то, что называется велосипед Но сейчас-то я понимаю Что как раз и нужно придумывать всегда В этом роль науки У него его главное было Вот это сообщество Его главное было Содружество ученых Его суждения были прелестны Особенно меня восхитило Я потом понял эту фразу Он очень любил Сахарова Но он сказал точнейшую, я думаю, фразу Он сказал, он всегда был вундеркинд Но иногда больше кинт, чем вундер И вот когда я увидел Андрея Дмитриевича на трибуне Когда он обращался к этому зловечивому съезду И верил, что они что-то могут понять Конечно, он был кинт Сократ мудр чем? Да тем, что он говорит правду Нужен человек государственный, который говорит правду Я помню интересную дискуссию Которую устроил Андрей Михайлович После просмотра фильма «Девять дней одного года» Он говорит, почему всегда положительные герои Выступают в качестве таких красивых Привлекательных мужчин С великолепной, богатой прической Почему никогда положительный герой Не олицетворяется в виде лысого мужчины? Это, конечно, вызвало грандиозный хохот А потом сказал серьезно и кратко Я высоко ценю этот фильм Гимн нашим романтическим ядерным временам Но вот лучевую болезнь Гусева Я бы заменил обыкновенным инфарктом Болезнью людей неравнодушных Напророчил Что и говорить Нелегко бывает смириться Что рядом с тобой Лаборатории оснащают современным оборудованием Строят дома для рабочих Экспериментального завода И зарабатывают существенно выше Чем остальные в Академгородке Правительство признало Экономический опыт ядерщиков удачным И рекомендовало другим Ни один институт Не последовал их примеру Но простить успеха не могли Не знаю, по этой причине Или по какой-то другой Но Андрей Михайлович Чувствовал себя очень неуютно В сибирском отделении Он не признавал чинов и званий Беспощадно искоренял формализм Могло ли это понравиться бюрократам Научным и партийным Запрещали, ограничивали Насылали комиссию за комиссией Однажды на общем собрании Академии наук Даже прозвучало предложение Не утверждать Буткера Директором института Который он создал и выпистывал Сердце гения Живет в таком же бренном теле Как и у других людей Инфаркт В сумраке Мелькнуло лицо матери Голодное детство Война 23 июня 41 года Прямо с последнего экзамена Побежал записываться в комсомол Чтобы взяли добровольцу Да это же мои девочки-зенечицы За что им? Мать ставила крест Вместо подписи Отца он потрачил на мельнице Убили в гражданскую Пухли с голоду Какая нелепость Зерно губят вредители Надо спасать зерно Андрей Михайлович Был человеком некабинетным Недаром он в шутку и всерьез говорил Я мечтал бы быть председателем колхоза Я бы наладил Я бы завалил страну зерном Он очнулся от болезни Преображенным С лицом Библейского пророка Он потряс меня Электрическим Бьющим Ощущением Счастья От него исходившим Я думаю, что талант И гениальность Это и есть счастье То есть гениальный человек Обязательно всегда счастливый Потому что истинное счастье Нам дает только вдохновение Когда в середине 70-х Жить в Академгородке Стало совсем трудно И не было больше сил Бороться с начальством Решил сделать последний рывок на волю Вместе со своим институтом Выбрал бедное Нечерноземье Смоленск Рвался не только Уйти от груза догм И предрассудков Хотел принести людям Новую жизнь Первоклассную науку Университет А вокруг них И промышленность И деревня Плечи расправят И не станет Уходить молодежь Из родных мест Начал закручивать Это дело Советовался с лучшими Экономистами Социологами Обращался к писателям Бегал по правительственным кабинетам Не успел Когда не стало Буткера Один из создателей Отечественного атомного счета Трижды герой труда Академик Зельдович Сказал Хочется осмыслить Почему здоровяк Буткер Получает свой первый инфаркт В 50 А из жизни уходит В 58 В расцвете сил и таланта Буткеровский электронный пучок Суливший океан энергии Сделать пока не удалось До сих пор бьется мировая наука Над проблемой термояда Я уверен, что он бы придумал Схему, которая реализует идею Ну нет таких людей, как Андрей Михайлович Это раз в сотни лет человечество порождает Душа очень трудно расставаться с тем А сейчас вступаю в гору Когда она будет докучать мне Своими слабостями И мешать мне мысли Беседу с Сократом разрешили И, конечно, был очень рад, когда он пришел на премьеру И у него в глазах были слезы Он понял Иерусалим, Иерусалим, избивающий своих пророков И камнями побивающих посланных к тебе Он понял, что это вечно Это есть, было и будет под солнцем И это удел их всех Академик Андрей Михайлович Буткер Выдающийся физик Основатель и первый директор Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук Лауреат Сталинской, Ленинской Государственной премии В 1957 году номинирован на Нобелевскую премию Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин